Ледовое шоу, представление которое сопровождается красочными световыми эффектами и тематической музыкой. Фигурное катание выступает здесь как элемент театрализованной постановки. Это может быть одиночный танец, акробатический номер или целый ледовый балет, где артисты вместо фуантов надевают танки. Ульяновский ледовый театр это не спортсмены международного класса, а группы энтузиастов. Изюминка их выступлений не широкий размах, а теплая и уютная атмосфера. Это уже третий спектакль, который проводится на базе Волгоспорт-арены и участвуют в этом спектакле самодельственные артисты. То есть это и те, кто занимается в школе фигурного катания фигуристы, это и те, кто просто любит лед. За кажущейся простотой далеко не простые репетиции. Утром и вечером все свободное время. У режиссеров тоже задача не из легких. Рассказать хорошо знакомый сюжет по-новому, да так, чтобы сохранить колорит и не дать заскучать зрителям. Поэтому то, что артисты на протяжении спектакля выступают на коньках, не единственная фишка представления. Зрелищность у сказки на льду добавляет фаер-шоу и светомузыкальные эффекты. Для нашего города это новый формат, это именно ледовое шоу. Замечательная альтернатива тем новогодним спектаклям, которые проходят на других площадках. У нас очень замечательные зрители, которые радостно встречают актеров. Хоть формат для Ульяновска действительно пока не заезженный, но шоу на льду устраивается не первый год. В репертуаре «Ледовые трупы» уже есть постановки «Снежной королевы» и «Красавица и чудовище». В этот раз артисты решили порадовать зрителей новогодними приключениями «Кота в сапогах». Все ребята, которые выступают, они работают аниматорами, вот у нас фигуристки есть наши. У нас просто решили один раз позвать, попробовать, что мы можем. Что-то сначала не получалось, не получалось, вот что-то со временем у нас получилось. Любовь к катанию на коньках передается и тем, кто пришел посмотреть на артистов ледяной сцены. По словам режиссеров, каждый год после выступления артистов на репетиции приходят новые желающие научиться так же легко и красиво скользить по льду. Команду принимают всех – и студентов, и школьников, и даже детсадовских малышей. Если рвение не пропадет, то есть и шансы выйти на лед в качестве героя сказки. Ну а всех зрителей «Кота в сапогах» ждал приятный сюрприз – свободный выход на лед после представления. Вера Мещерякова, Иван Демидов, репортер 73.